Всем привет, у микрофона я Никита Стриж, это новый ролик на Amazing Online. В этом ролике я хочу обсудить причины снятия лидера ФСБ Данила Мракова, а также причины расформа ФСБ, и вместе мы это обсудим с полковником ФСБ, вернее уже бывшим полковником ФСБ Франком Сантана, он же Илья Романов. В ходе нашего диалога будут на экране приведены доказательства того, что Блад отсутствовал. Ну а перед тем, как мы начнем, напомню о том, что я играю на Amazing Online, на желтом сервере, у меня работает мой промокод STRIJ, который работает, если что, на всех серверах проекта. Вводите мой промокод STRIJ и получайте за него приятные бонусы на пятом уровне и на десятом. Ну и всем приятного просмотра. Так, ну я в целом запись уже начал, так что в целом можешь начинать. Можно по порядку, что ты думаешь конкретно вот о всей ситуации, то, что вас сняли из-за того, что якобы ФСБ занималась, я так понимаю, это основная причина, то, что ФСБ занималась закрашиванием граффити. Угу. Ну чуть по-другому, админы говорят. Не совсем закрашиванием, а скорее крышеванием тех, кто красил. Скорее так, что сотрудники ФСБ, будучи на своих высоких должностях, имея влияние на другие государственные структуры по типу ГАИ и МВД, не знаю, каким-то образом крышевали своих софамов, которые красили граффитки. В доводы привели одну всего лишь жалобу, которую подали, ну, относительно недавно, которая была отказана сначала главой семьи нашей, ну, просто так совпало, что он жалобу в этот день проверял. Потом была уже отказана главным администратором Анной Тейлор. Там лично, по моему мнению, доказательств недостаточно, чтобы выдавать такие серьезные наказания, как вот лидеру выдали, нон-РПГОС, а, соответственно, остальных под РАСФОРМ отправлять. Там просто недостаточно доказательств. Тем более я со своей точки зрения, своей стороны, предоставил видеозапись, как я туда следую вместе с другим ФСБшником и другим МВДшником на вызов СОС. То есть мы уже приехали и увидели, что там стрельба происходит. А со стороны того, кто подавал жалобу, это выглядело, как будто там ФСБшники стояли и охраняли эту граффити. Вот там надо просто как-то еще что-ли доказательства какие-то запросить. Может быть, они есть у старшей администрации, у Красной, просто нас никто с этим не ознакомил. Потому что кто мы такие? Чтобы нам это показывать, можно просто взять и снести 40 человек из организаций. Не только из ФСБ. Да-да-да, ППС, ГАИ, пострадавшие. МВД, ГАИ, да. По несколько человек еще из тех организаций тоже убрались с такой же причиной. Ну то есть, я правильно понимаю, что, получается, сделали вот такую вот расформу многих фракций и семьи Борс. То, что просто из-за того, что имеются две жалобы, которые отказаны. Якобы плат тех, кто закрашивает граффити, но это абсурд, честно говоря. Да, жалоба на, соответственно, ФСБшников поступила. В состоящую госорганизацию она была отказана. Потом поступила жалоба на администратора. Она тоже была отказана нашим главным администратором. Видимо, потом уже кто-то подал жалобу на главного администратора. Красный администратор ее пересмотрели. Может быть, какие-то еще доказательства притянули. Вот. И, соответственно, наказали. Но что мне только непонятно, все-таки, если наказывали по доказательствам, почему наказали еще и стажеров, которые вот у нас стажер был, тоже его уволили по такой же причине. Он два дня как вступил во фракцию, еще ничего сделать не успел, только лекции слушал. Он тоже по этой причине был уволен. Кстати, насчет... Ну, такой своеобразный слив семьи получился. Ну, вот я тебя сейчас перебью. Насчет увольнений, вот, то, что, допустим, стажеров и так далее, да, то, что уволили, это тоже непонятный момент. Еще уволили Магомеда Скалуна, который вообще, ну, никак не участвовал в процессе семьи. Он просто состоял в ней системно, но как-либо вообще не принимал активного участия в этой семье. Как и многие, я могу сказать, вот, почему гостникам все-таки удобнее находиться в одной семье, почему мы решили попробовать такой формат, потому что позволяет такой формат общаться гостниками с разных фракций между собой, исключая чат департамента, туда нельзя всякий бред писать, департамент как-то на свободной теме общаться. Вот в чате семьи это можно. Учитывая количество человеков в семье, участников в семье, членов семьи, это, ну, почти что 500 там человек доходил, там 400 с чем-то было в моменте, вот. Это было очень удобно, когда люди из разных организаций могут задавать друг другу вопросы, отвечать, что-то там пересылать. Соответственно, F-SOS также есть доступ, то есть не общий SOS кидать, а такой чисто семейный, как дополнительный вариант. Ну и что касается, огромный плюс, вот почему мы начали забирать поезда в моменте, это доступ к оружию. То есть ФСБшники могли снабжать оружием более такие слабые организации, у которых на складе нет, допустим, СВД ПСО или вот этого классного пистолетика АПС. То есть это, ну, на самом деле, как ответ нелегалам, очень был такой хороший. И в моменте это дало какие-то свои результаты. Это вот почему в целом хорошая задумка объединить гостников в одну, ну, там, может быть, в две-три семьи, чтобы такие крупные семьи были. Нелегалы же тоже между собой объединяются в большие семьи, там, по типу Токио, Виноградовых, какие-то такие вот есть у них семьи, которые тоже куда-то ездят. Ну, вот почему бы нет, такой ответ был. Вот. А, соответственно, ситуация такая получилась, ну, как по мне, просто под одну гребенку всех загребли, может быть, там и было какое-то нарушение от двух, от трех человек в семье. Но все же, если это смотреть и переносить на количество участников семьи, то это прям даже не 0,10 там или чего-то такого. Такие маленькие прям цифры, если сравнивать по соотношению людей в семье. То есть нарушений было относительно немного. Ваучеры у нас очень медленно из семьи уходили и как бы очень быстро копились. По 300, по 400 ваучеров в день семья зарабатывала. Просто вот так вот все попали под одну единую раздачу. Ну, я тебя, кстати, тут поддержу насчет того, что семья была общей для гостников тем, что можно было передавать оружие. Особенно в те моменты, когда в кавказской мафии был ютубер Базаркин, который вообще РПГ использовал. Это был своего рода ответ, да. Да, это был ответ на те действия, да, когда он с РПГ залетал на поезда и просто разносил нас. Да, и нам стало намного легче так отыгрывать поезда. То есть у всех сотрудников были снайперские винтовки, у всех было хорошее оружие. Также раздавали броню в аптечки, у всех все при себе было. Взаимодействие было, мы даже в департамент ничего не сообщали, просто через чат семьи руководили этими операциями. Там, когда выезжать, когда залетать, и все все понимали, как-то информация очень быстро распространялась. Ну, знаешь, мне кажется, это такой небольшой заговор, когда, знаешь, гостники и на поезде нагинают кремов, так еще и побеждают постоянно в закраске граффити. Ну, в закраске граффити, я объясню, у нас, ну, можно сказать, практически параллельно с добавлением большого количества людей из госорганизации, появилась такая вот часть в семье, которая именно занималась граффитками. Это нелегалы, у нас есть несколько человек из нелегальных организаций, те, кто были уволены из организации. У нас даже два ФСБшника дали по собственному желанию увольнения и тоже пошли красить граффити. То есть, они уволились из организации и пошли красить. И мы даже в беседе семьи прописали это, то, что каждый уволенный из госорганизации не будет брошен, но все равно пригодится семье. То есть, чтобы люди понимали, что из семьи не нужно уходить, как только тебя там откуда-то увольняют, по каким-то причинам, причины различные. Даже ФСБшники своих же увольняли, и что человеку из семьи уходить? Да нет, в принципе, если он хочет продолжать игру в семье, он мог за нелегалов отыгрывать граффиту. В плане того, что дефли или не дефли, ну, была ситуация, когда Железнову не очень красиво себя повели, когда наш член семьи закрашивал, тоже приехали менты, и сразу с ними приехали нелегалы, получается. Бывают такие ситуации, да, они возникают иногда. Там нужно под лупой очень пристально рассматривать каждый такой случай. Просто, ну, все остальные-то ни при чем, если там один-двое накосячили где-то. Вот что касается жалобы, которую на нас подали, там откровенно не хватает доказательств на этой жалобе, чтобы такое наказание выдавать всем, кто там находился. Тем более всему составу ФСБ, даже кого там не было, кто там не участвовал. Просто наказали всех, у кого на пусть было Борс написано из семьи Рокфеллеров. Еще такой вопрос есть, смотри. Вы же, получается, вот после такого вот крупного расформа будете дальше, да, развивать, получается, семью Борс? Несмотря на то, что, насколько сейчас мне известно, насколько мне сейчас известно, две недели, две недели не будут принимать ФСБ людей, которые состоят в семье Борс, по моей информации. Ну, информация сейчас разнится, никто точный ответ дать все равно не может нам. Может быть, жалобы, которые написали дополнительно, как-то дадут какой-то ответ, реакцию. Вот я сейчас тоже ожидаю по своей жалобе ответ. Магомед Скалона написал, ожидает. Те, кто написали жалобу уже, и кто уже получил ответ, уже успел. Там ответ был для всех однозначный, что восстановления в организацию не будет, и жалоба закрыта. То есть очень коротко отвечали, то же самое. Никто ничего не увидел, не ознакомился ни с какой информацией. Единственное, что мне ответили, что, ну, как Га ответила, что сидим на двух стульях одновременно, а так нельзя. Тоже этот момент непонятен. Ну, семья будет жить дальше в любом случае. Сейчас временно граффити, который есть у семьи, отдадут другим семьям. Нужно немножко прийти в себя после такого потрясения. Ну, на самом деле ушли только какая-то часть игроков из семьи, кого напугала эта ситуация, там еще дезинформацию массово вкидывали о том, что других гостников тоже поувольняют, если они из семьи не выйдут. До сих пор такую информацию распространяют. Может быть, игроки криминальных семей, у них есть немножко к нам вопросы тоже по поводу нашего поведения. Информация такая распространяется, игроки из семьи уходят не так массово, как даже ожидалось. 300 человек еще в семье до сих пор осталось. Вот онлайн тоже пока что еще не отдаем первое место по онлайну никому. Ну, а там дальше посмотрим, как будет. Ну, и вот, получается, сегодня же, получается, назначили еще на генерал-майора ФСБ Ивана Хаверони, который стоял еще до срока Мракова. Что ты, как думаешь о его назначении? Ну, Иван уже стоял на этом посту, до этого стоял. Ваня очень опытный лидер, дважды стоял лидерку ГАИ, также отстоял лидерку ФСБ с одним выговором, ну, все равно относительно удачно. Все нравится, лидер хороший, человек сам по себе хороший, отзывчивый. Единственная черта характера, Ваня очень мягкий человек, а в такой организации, как ФСБ, все-таки иногда стоит проявить такую вот жесткость лидерскую, стержень свою показать и так далее, чтобы состав не расслаблялся, держать его постоянно в тонусе. Вот у Мракова это отлично получалось, он за свой лидерский срок убрал из организации всех, кто был когда-либо заблачен, так сказать, назначен на какие-то такие должности, которым не соответствовал, кто не играл, так же убрал те, кто АФК шел. Организация на самом деле потеряла половину своего личного состава, но не потеряла в онлайне. То есть все, кто остались, они отыгрывали за тех, кто ушел. На самом деле это хорошо, так оптимизировал состав. Ну вот когда, получается, Мракова сняли, тебя тоже, Жуковского сняли. И когда вот лидер еще не был назначен, просто фракция пошла, честно говоря, ну по***де всех у нее страдали, никакой дисциплины не было. И вот сейчас назначили Хаверонию. Ожидаемая ситуация. Вот, назначили Хаверонию, но все равно вот сегодня просто тоже, опять же, никакой дисциплины. Вот сейчас было построение, когда вот на поезд. Просто ФСБшники там орали, друг на друга материли, подходили к другим сотрудникам, которые стоят в строю, молчат, типа, тебе что, пузико почесать? Короче, полная вот ахинея пошла после того, как всех поснимали, вот, касаемо Мракова, тебя и так далее. Вообще, полная отсутствие дисциплины. Да, я понимаю, это тоже было ожидаемо, как пропадает контроль, сразу люди начинают показывать себя, какие они есть на самом деле, когда им уже за это не прилетит или каких-то последствий таких не будет, сразу все начинают вести себя, как вели бы всегда, если бы не было контроля. Поэтому ожидаемо, я так понимаю, поезда сегодня все будут проиграны. Наверное, первый тоже был проигран. Не было тебя на поезде на перерыве? Я был на поезде, был. Проиграли? Нас там, первый пикап, быстро довольно скурили. Дальше, что было, не знаю. Соответственно, благодаря семье, благодаря координации, дисциплине, мы брали поезда, строили все составы. Но мы, скорее всего, там просто нас скурили только из-за того, что многие ППСники, там, ГАИшники с калашами обычными ходят. Ну, а с АС-валами без АПСов, без СВД. Ну, понятно, да. Проблемно оснастить 80 человек оружием нормальным, находясь в разных семьях. Там надо, чтобы ФСБшники, получается, были и там, и там, и чтобы никто на это не забивал и постоянно это делал. У нас такой проблемы не было. Ну, получилось, как получилось. Будем спаривать дальше жить. Ну, а ты, а что, как вот, планируешь когда-нибудь потом в будущем, там, через месяц или полмесяца возвращаться обратно в ФСБ, если получится? У меня отпуск 20-го числа, поеду на Черное море отдыхать вместе с женой. А там как получится? ФСБ, он, на самом деле, вообще не планирует пока что идти. Думал, может быть, отыграть в других организациях. Возможно, это будет воинская часть. Сейчас нахожусь вообще в ТРК. Никогда не... Ну, последний раз был в 2018 году. Хотел сейчас новый мод опробовать, редактирование эфиров и так далее. Ну, короче, решили занять мою деятельность пресс-службы уже в ТРК, да? Да-да-да, ну, пока что интересно, потом посмотрим, после отпуска куда закинет, кинет. Ну, короче, я тогда могу оставить, если что, под видосом твой контакт, если люди, желающие, захотят вступить к вам в семью, там, поддержать как-то, вот, если нужно будет, если ты хочешь. Было бы отлично, да-да, я не против. Вот, так что я из семьи тоже уходить не собираюсь. Надеюсь, меня из ФСБ не исключат за то, что я состою только в семье. Хотя, честно говоря, я тоже ни разу никому не платил, не участвовал в графитке. Если меня тоже исключат, это будет смешно. Такая же ситуация. Потому что, как они подходят, как сегодня у СНОС, там говорят, типа, что ты из семьи Борж не собираешься уходить, тут тебя могут уволить. Я такой, нет, зачем, я же, ну... Да-да, дезинформацию вкидываю. Да-да-да-да-да. Сейчас по всем каналам ВКонтакте в игре подходит, да, сообщает об этом. Стрич, ты мог бы вставить тоже, я тебе отправил, соответственно, скриншоты какие-то. Да, это я поставляю, да, в ходе нашего разговора, там, при монтаже. Когда фиксировали, да. Соответственно, тоже это не все фиксации, это только те, кто скидывали. На самом деле у нас сидело даже больше людей. Постоянно те, кто не стоял в госорганизациях, отлетали за графитки. Это прям вот идут красить, сразу садятся в тюрьму. Получалось красить только у них более-менее вечером, когда уже онлайн в госорганизациях падал. А так, даже случай был, когда меня, ну, мои же Софамы, только состоящие в нелегальной организации, убили в Эдово. Когда грабили дальнобойщиков, я приехал на вызов полиции. Потом приехали, опять же, наши Софамы, только из ФСБ, и уже убили их с откидыванием в тюрьму. То есть тут никаких послаблений для нелегалов не было. Не знаю, про какое крышевание граффити говорит, носило это системный характер. Или нет, сколько было нарушителей замечено, тоже я не знаю, ничего не доводит. Вот сказали только одна это жалоба, на которой были сотрудники ФСБ. Тогда, причем, все остальные сотрудники из госорганизации, не знаю, может быть, это просто как такой акт запугивания администраторов. Им же, ну, я так думаю, что не очень выгодно, чтобы одна организация на таком криминальном сервере, как Желтый, такое сопротивление оказывала. Хотя у нас задача госорганизации, это вот как раз противодействие преступности, соответственно, преступников противодействия нам. Чтобы было интересно играть, есть добро и зло. И вот мы его очень сильно разграничили. Тут сказали, что оказывается, мы и есть зло. Ну, должен признаться, я тоже, честно говоря, немного грешил тем, что я увольнял из госфракции людей, которые стояли в нашей семье. Так что не вижу тоже, честно говоря, никакого плода. Сажали, выговора давали, сажали, да. Как бы не смотрели, из какой семьи. Глава семьи об этом тоже говорил, когда его просили там админкой в некоторых моментах воспользоваться. А когда нас просили там не сажать или что-то еще. Ну, соответственно, там ответ был один. Если накосячили, если уж спалились, тогда спалились. Все, если вы в наружниках стоите, кто вам что сделает уже, уже не помогут. Ну, то есть семья, вот это Борс, была как такой ООЦ-момент, чтобы просто можно было общаться удобно и снабжать оружием взаимодействие. Конечно. То есть это никак не влияло ни на блат, ни на какой-то вот IC-момент, где сотрудники ФСБ как-то могли блатить своих же из других госорганизаций. Нет, конечно. Опять же, прием ФСБ проходит через следящую администрацию, с их согласования, что прописано у нас в правилах приема в организацию, через заявки и так далее. То есть там даже больше брали не из нашей семьи, чем из нашей. То есть там из других семей люди попадали, их как бы не заставляли к нам в семью переходить. Спрашивали, если хотели, хотели, сами вступали. Как-то так не было каких-то критериев, только семья, и там только из семьи можете попасть в организацию. Или там, если вы в семье, вас там вне очереди как-то рассмотрят совсем не так. Как раз наоборот, при Даниле очень таких случаев стало мало. Ну, их вообще не было, можно сказать. Своих друзей никто не продвигал, софамов тем более. Ну, в общем-то, короче, я понял. Так что на этом у меня, в принципе, вопросы уже закончились. Так что я получил ответы. И я думаю, люди, которые хотят услышать правду, они услышат. А те, кто бестолково, они дальше будут думать, что в барзах был какой-то блат, и будут дальше сидеть с лапшой на ушах. Ну, потому что эта ситуация довольно неприятная, честно говоря. Мне лично тоже неприятно то, что вас поснимали, потому что вы, наверное, одни из самых приятных таких людей, с которыми я вообще играл во фракциях. Я много где находился, в ДПС, ППС. И во всех этих организациях было не так приятно играть, как в этом коллективе. И когда всех поснимали, это, конечно, не очень приятно. Ну, мы старались. Делали все, что от нас зависело, все, что могли мы делали. Как бы всегда шли кому-то навстречу, не отказывали в помощи. В общем, как-то так. Ребята подали коллективную жалобу на ЗГА, которую будут рассматривать уже красные администраторы. Что из этого выйдет, никто не знает. Но раз уж нового лидера ФСБ уже назначили, значит, скорее всего, уже ничего не изменить. Опять же, верить или нет, это решать вам. Но все же мы знаем, что сила в правде, и она всегда останется за нами. Ну, а у микрофона был я, Никита Стриж. Если что, я играю на Amazing Online. Начинайте играть вместе со мной. Обязательно вводите мой промокод STRIJ и получайте за него приятные бонусы. Промокод у вас на экране и в описании под этим роликом. Ну, а у микрофона был я, Никита Стриж. Проект Amazing Online. И всем пока-пока.